Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. В гостях у меня сегодня Сергей Архаров, директор салона декоративных покрытий Декораза. Сергей, здравствуйте! Насколько знаю, вы помимо вот этого салона директор также территории цвета и терракота. А вот Декораза – это новый какой-то салон, появившийся у вас, или как? Да, совершенно верно. Сейчас мы пытаемся нести в массы красивые покрытия для стен, потолков и в целом для отделки помещений различного. В чем отличие принципиально этого салона от остальных, от территории цвета, терракоты? Здесь, как я уже сказал, упор будет именно идти на декоративное покрытие. То есть мы не рассматриваем другие лакокрасочные материалы, в обычном понимании этого слова, то есть для отделки фасадов и гладкой покраски стен и обоев. То есть здесь идут покрытия с различными эффектами. Эффекты, допустим, объемной штукатурки, эффект необработанного камня, эффект шелка, допустим, бархата, то есть различные перламутровые составы. То есть в нашем салоне можно это все посмотреть на больших экспозиторах, потрогать, пощупать, то есть задать консультанту вопросы, на которые он компетентно сможет ответить. То есть человек подготовленный может приобрести у нас материал и самостоятельно это нанести. Для этого есть и обучающее видео, и какие-то методические данные. Но для удобства обычного потребителя в нашем салоне есть такая услуга. Мы продаем уже готовый квадратный метр. То есть в эту стоимость будет входить весь пирог. То есть полностью от шпаклевки до конечного финишного слоя. Для обычного обывателя это, наверное, будет очень удобно. То есть ему не нужно как бы ломать себе голову, искать каких-то мастеров, что-то выдумывать. Здесь он получает уже гарантированный результат высокого качества. Вот мне всегда было интересно. У нас как бы год от года все больше и больше появляется огромных гипермаркетов, где можно строительно, где можно купить практически все. Начиная от шпаклевки, заканчивая обоями. Вот маленькие салоны как бы продолжают существовать. Вот в чем отличие, в чем может быть плюс? Да, действительно, гипермаркетов сейчас стало очень много. Но, на мой взгляд, это все-таки для профессиональных покупателей больше. То есть человек, который уже подготовлен, который четко знает, что ему нужно, в каком количестве, какого качества и так далее. То есть, по сути, большой магазин, он, ну, очень редко в таких магазинах есть профессиональная и четкая консультация. То есть подчас подходишь к консультанту, и он сам с тобой начинает изучать этот товар, то есть при тебе. И, разумеется, ну, наверное, нельзя обрести полное понимание от такого человека. То есть, что тебе нужно приобрести без каких-то лишних хлопот и затрат. Формат небольшого магазина подразумевает под собой качественные консультации, то есть в первую очередь. То есть индивидуальный подход, то есть есть возможность уделить время, то есть каждому человеку. Ну, и качество, скажем так, исполнения, даже вот не знаю сейчас, как это четче сформулировать. Качество исполнения. Становится на то, что качество исполнения. Ну, да. Видимо, да, качество исполнения. То есть человек получит действительно квалифицированную помощь в ремонте. То есть где ему разложат по полочкам все, что он хотел знать. То есть он приходит, то есть объясняет вкратце, что бы он хотел получить. То есть у нас, по сути, люди так и приходят. То есть где-то что-то они увидели в журнале, приходят непосредственно с журналом. То есть уже консультант излагает ему в правильных формулировках, с правильным подбором материала, всю информацию. А вот можно купить только то, что в наличии? Или есть какие-то каталоги, можно сделать заказ? Как обстоят дела вот с этим? Да, заказные позиции сейчас тоже набирают такую популярность. Поскольку есть товар, который достаточно дорогой. И магазины, допустим, в нашем лице, либо не имеют возможности, либо не видят смысла держать в наличии такой дорогой товар. То есть поскольку он и редко востребован, и он по-своему уникален. То есть редко мы можем быть уверены, что человек выберет именно вот эту позицию, которая у нас на складе. То есть проще действительно работать по каталогам и достаточно в сжатые сроки все это привозить. То есть у нас, допустим, срок поставки – это 3-4 дня. То есть редко, когда это месяц, если это какая-то вообще уникальная позиция, нужно будет это ждать с Италии, с Испанией или еще откуда-то. А так, как правило, все достаточно быстро происходит. Кстати, на вашей памяти вот что такое самое уникальное заказывали? Что запомнилось? Было такое, нет? Кто-нибудь что-нибудь заказал и все упали. Мы делали огромную просто фреску, там размера, наверное, высота была порядка метров 6 и длина, наверное, была порядка метров 12. То есть, наверное, это такой вот самый запоминающийся был. То есть редко, когда такое вот большое изделие в виде фрески заказывает потребитель. И что он с ним потом делал, вы знаете? Ну, я как бы знаю, что это, разумеется. То есть это был объект фитнес-центр «Морская школа». То есть зона, где находится бассейн, как раз вот там поклеена фреска нашего исполнения. То есть как ее еще клеили, тоже было очень интересно. То есть она большая, тяжелая, клеилась сегментами. То есть работа была достаточно интересная и в то же время сложная. Сергей, вот вы уже много лет занимаетесь отделочными материалами, да? Вот, по крайней мере, территория цвета, мне кажется, у многих очень на слуху. Вот, наверное, следите за модными тенденциями, за новинками. Что вот сейчас вот особенно актуально? Может быть, что-то супер какое-то новое и современное появилось вот в плане отделочных материалов? Ну, как бы одно из направлений, которое наиболее интересно и нам, да? То есть оно такое более художественное, наверное, более приближенное к какому-то виду искусства, да? То есть это вот именно декоративное покрытие. То есть, по сути, когда из материала в банке просто из какой-то вот творожной массы или там жидкой массы получаются какие-то красивые картины, оформленные стены. То есть это действительно и завораживает, да, когда вот такой вот результат. И это очень интересно. Составы интересные появились у многих производителей обычных лакокрасочных материалов. То есть применяются современные, так называемые, нанотехнологии, да? То есть краски с фотокалитическим эффектом, самоочищающие. Есть краски для фасадов очень интересные, которые обладают как бы такой резиновой основой и выдерживают процент деформации, там, больше 50%. То есть это очень интересно. В плане ремонта очень долговечно. И мы как бы ориентированы в принципе, наши магазины, на как бы материал качественный, да? То есть нам неинтересно человеку просто вот продать, чтобы вот заработать и как бы на этом закончить отношения. Нам интересно, чтобы человек там на протяжении там долгого времени оставался довольным нашим материалом, нас советовал кому-то, рассказывал о нас. Ну, естественно, положительные отзывы. Вот. И это наш вот, наверное, стиль работы, да? То есть мы больше ориентируемся на такое вот сарафанное радио, когда люди передают о нас информацию. И к нам, по сути, приходят больше, наверное, вот такие вот люди, которые где-то о нас что-то слышали, хорошее, положительное, как о профессионалах, как специалистах своего дела. Спасибо вам огромное. Удачи. Чтобы было много клиентов. Ну и друзья, если их собираетесь делать ремонт, вперед там на салон Декораза. В гостях у меня сегодня было Сергей Архаров, директор салона декоративных покрытий Декораза. Это программа «Семь минут». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова